Конечно же, я хотел бы подчеркнуть, что перевозка или доставка тех грузов, о которых сегодня идет речь, конечно же, ни в коем образом не может решить все те гуманитарные проблемы, которые вызваны уже 9-месячной блокадой. И мы понимаем, что этот шаг нужно рассматривать в политической области как политический шаг, а не как решение гуманитарной проблемы. Потому что для нормальной жизни в Арцахе в день доставлялось около 400 тонн грузов, и сегодня 20-30 тонн грузов. После 9-месячной блокады, конечно же, никакие гуманитарные проблемы не может решить. Но, может, самые срочные, острые проблемы как-то на одноразово, на один день, может, и будут решены. Но, конечно же, это не является комплексным решением. И, думаю, этот шаг нужно воспринимать как, не знаю, может выразиться так, как взаимный компромисс, который уже в дальнейшем должен в переговорном процессе приобрести мощную основу, которая нам позволит уже решать долгосрочные вопросы. Могут возникнуть вопросы, как получилось, что до этого армянская сторона отказывалась, сегодня армянская сторона вынуждена принять условия. Ну, хотел бы, во-первых, подчеркнуть, что всегда мнение в обществе разделяется, и в политических элитах также. Часть считала, что этот шаг все в сегодняшних политических реалиях неизбежен. Другая часть заявляла, что это красная линия. Конечно же, понимаем, что ситуация на Земле довольно сложная, и сегодня есть вопросы уже насущные, связанные с вопросом жизни и смерти, которые правительство обязано решать. И, конечно же, и сегодня могут мнения разделяться, но в любом случае действующая власть обязаны взять на себя ответственность за дальнейшую судьбу людей. И вне зависимости от того, какие сложные будут решения, нужно, главное, принимать решения и брать на себя политическую ответственность в дальнейшем. Главным является, чтобы на следующем этапе нам удалось установить диалог между Баку и Степанакертом. Конечно же, для нас более приемлемым вариантом является диалог с внедрением международных механизмов. Баку, в свою очередь, неоднократно заявлял, что для них подобный подход неприемлем. Но в любом случае, я думаю, что главным является, чтобы была платформа, которая послужит дальнейшим и гарантом того, чтобы договоренности, которые будут установлены между сторонами, соблюдались и не нарушались. На данный этап я не могу сообщить детали, где будут переговоры и при каком механизме, потому что это еще прорабатывается и стороны должны достигнуть и в этом плане договоренности.